Раньше я такого не видел, чтобы бандиты, просто бандиты, были на официальных приемах. Сегодня я их вижу. Я это знаю. Здесь когда Саша Левшин был вице-премьер, но это мне говорит на приеме в посольстве, мне приходит человек, по рюмке водки, потом приходят люди из спецслужб, он говорит, вы знаете, что это был вор в законе? Он говорит, Саша, откуда я их знаю? В лицо. Сегодня то, что раньше не было. Ко мне подходит, до журналистов подходит человек. Здравствуйте, меня зовут Валера, я вор-карманник. Привет, привет, вор-карманник. Я там была выназец в круизе со своими товарищами. У него такой человек говорит, можно вас познакомить? Это Шарик, вор в законе. Я говорю, здравствуйте, Шарик. Сегодня, понимаешь, скоро у них будут визитные карточки. Севернцовской группировки, Подольской группировки, Люберинской группировки. Вот то, что раньше не было. Раньше они, вот сегодня они стали легальными. Знаешь, вот эти люди. И сегодня, значит, очень новый процесс, криминальный, очень интересный. Раньше бандиты выходили на чиновников, взяли взятки. Сегодня чиновники нанимают бандитов. А чем? Сфера влияния, заказные убийства, нефть, газ и все прочее. Вот такие новые процессы. Я, знаете, я сказал, что я являюсь экспертом ООН по беспреступности. Но я, знаете, так думаю, что это такое. Еще один фактор, который для меня сейчас не очень интересный. Ну, я думаю, что это такое.